Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Ну вот Ревва, который, собственно говоря, отличился уже неоднократно, и даже когда его вернули на федеральное телевидение, многие возмущались этому. Он устроил там просто невероятное, когда он вышел на сцену, и казалось бы, мы столько говорили о телевидении, и ему надо сидеть тише воды ниже травы. И он там показал языком, как он работает. Может быть, вы видели эту похабщину абсолютнейшую. Там сидела Валя Карнавал, ее, конечно, это немало повеселило, молодежь смеялась, но это было ужасно, абсолютно было ужасно. Вы знаете, что ребята с передовой обращались менять его концерты. Естественно, все они говорят, что они здесь находились в России и жили здесь, никто никуда не уезжал, ну, наверное, мы с вами уезжали. Но, вы знаете, вот это поведение его, оно, конечно, вызвало шок, еще раз говорю, и волну негодования. И вот что пишут, петербуржцы призывают бойкотировать предстоящий концерт Реввы у себя в городе. Близкий друг президента сопредельного государства и, как пишут СМИ, предатель родного Донецка, уехал из России с началом операции, не забыв выставить антивоенный пост. Обосновавшись в Испании, он ждал, значит, что будет, и, значит, терпение кончилось, он вернулся. Несмотря на насильный возврат на ТВ, россияне продолжают выступать против концертов артистов. На 12 августа в Питере намечен его концерт, не имеющий возрастных ограничений. Это значит, что плоские шутки ниже пояса и подобная похабщина будет доступна и для несовершеннолетних. Друзья, я выступаю против его концертов, скажу честно, потому что, вы знаете, человек уехал, человек выставил там антивоенный пост, приходили мать-отец, что он там не приезжает на Донбасс, а потому что он сказал, его тогда в Киев не пустят. Друг сопредельного, президент сопредельного государства, его друг. Тут целый вагон. И самое интересное, что, еще раз повторюсь, его вернули, когда вроде он сказал, что он здесь был, никуда не уезжал, все клевета. Но когда он вот этим языком начал работать на, это, по-моему, где там, на НТВ или ТНТ, какая была программа, Звезды, по-моему, она называлась, не помню я, Звезды, по-моему, и он там показал такое, что, еще раз говорю, мы сколько говорим, как надо воспитывать молодежь, и здесь опять вот такая вот похабщина, которая была до этого очевидной, им больше нечем брать. Это такие, знаете, смехуечки, как и у Урганта. Это не юмор, это не юмор. А какой концерт, концерт чего? Он стал певцом Артур Пирожков. Артур Пирожков. Это сценический псевдоним его, значит, сценок, которые были в Камеди Клабе. Артур Пирожков. Это такой альфа-самет, собственно говоря, который говорил о том, что я могу взять любую телочку в этом мире. Понимаете? Вот таким тоном и вот такими словами, вы уж меня извините. И петь кто будет? Артур Пирожков или Рева или что это такое? Мне кажется, это сейчас настолько несоответствует вектору движения, вот его, я имею в виду, в стране, да, и куда мы идем, вот этим вот его движением, языком публичным. Это ужасно просто, абсолютно ужасно. Друзья, что вы думаете на сей счет? Может быть, я ошибаюсь, может быть, наоборот, относятся уже более спокойно и с удовольствием посещают концерты таких артистов. То вы напишите, пожалуйста. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, приглашаю вас на свой основной канал Будда Гришна Новости в Телеграм. Там выходит видео о политике, их здесь нет. Вот позавчера вышел полный разбор по Трампу, полный разбор. Фото, видео мои какие-то личного плана. Новости 24 на 7 со всеми комментариями. Ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Телеграм-канал Будда Гришна Новости. Друзья, нажимайте, обязательно подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Друзья, приглашаю вас на свой сайт буддагришна.ком для бизнесменов, предпринимателей. Повторюсь, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересуют, пишите. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.